ну добрый вечер все спокойствие по порядку давайте назовите от какого места вы звоните где находитесь я звоню из тюмени повторите что-то голос ваш прерывается нету голоса совсем у меня все нормально ну давайте еще раз повторите тюмень тюмень да ну все понял слушаю что хотели игнатий тихонович иногда вот не иногда а очень часто последнее время меня спрашивают женщины мое мнение о о паспортах каких-то а у меня раз нет телевизора то есть я его не смотрю он конечно есть то есть он у меня отключен вот и я всем говорю вы спросите у гнатия тихоновича и что-то все стесняются в общем я по поручению у вас спрашиваю что такое какие-то там паспорта принимать не принимать это биометрические данные вот мы получаем за границу они снимают у тебя роговицу глазом от в англии берут от порядки ну и что ну женщины вообще сильно почему-то переживали не дают всем это ты тем кто за границу ездит ну нет а вот из москвы мне приятельница буквально она мне мы с ней разговаривали по скайпу наверное недели три назад то есть она говорит что там у них уже подготовка и уже даже у них в храме есть какие-то листы на которых написано значит отказ форма отказа от этого паспорта и вот я вчера буквально сама в храме в своем в тюмени разговаривала тоже с нашим бухгалтером и она тоже вот что-то там об этих паспортах что надо отказываться ищем вот это вот все такое что-то все взбударах дело свободное как патриарх кирилл сказал можешь дать нож не принимать какой ответ уже давно священно начали патриархия ответила и надо прислушиваться когда говорят об этом я христианкин говорил гурьянов говорили где-то по-разному от тебя зависит это не печать антихриста никакого разговора даже вот я допустим смеюсь всегда им отвечаю говорю ну вообще какой какой вообще у вас переживание по этому поводу если господь вот так ну да значит там это нужно и все правильно 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 это сатана отвлекает от главного идите на благовестие людям несите евангелие творите добрые дела посетитесь молитесь и творите милостыню считайте слово божие она будет по-другому в голове то а вот и теперь из паспорта там и ннн сейчас будут говорить карточка пластиковая там и проще это никакого значения не имеют погляди на него там говорят что вот я честно сказать не почитала сама там какой-то этот москва третий рим какой-то есть сайт и вот они что-то там сильно вот об этом все пишут вот об этих паспортах что там начало что-то будут нанесено и вот оно это будет все читаться они там нет это обман ерунда да сатана обманывает людей эти как правило люди ничего не знают никого не слушают одна самость а когда нужно будет получить печать они ее получат первое если тебе надо получать получаю не получать не получать тебе выбор дали что об этом говорит писать это не печать антихриста ну тебе не нравится ну не получай но у тебя будут какие-то недостатки тебя будут пенсию задержать или не давать ты будешь ходить и жаловаться сам нас ставят перед выбором я преподавал 15 лет и ни разу не получал в университете а когда ректор узнала он ко мне расположен он схватился за это дело да когда меня поставки профессора ведут там большие большие деньги но я подошел получать получай а у меня и на не было я не грех ничего но мне нужно дать пример я не могу получать я бы подал в суд я бы сразу выиграл это один вопрос снят был бы но чего я буду говорить я преподавал не кабине биологии не астрономия а слово божие и чего я буду наставить я отошел от кассы и все мне приятно вспоминать просто это на зло проверяет на что мы годная со все время выступать сегодня выступлю завтра но антихрист придет я ему врежу а когда он придет уже врезать и на ты разложился вот и все есть люди которые не получали старые паспорта я знаю работали на шахте а на самом деле у них большая была бы пенсия они отошли и садили там в огороде лук продавали жили этим их я не мог убедить даже что это неправильно вы терпите лишения но они избрали такой путь избрали пусть держат до конца устали пусть примут паспорт это просто люди которые ничего не понимают они начинают воду мутить паспорта нельзя теперь перепись была в переписи нельзя ко мне такой приехал священник и ни под каким видом перепись нельзя я говорю почему антихрист душу измена я говорю христос был в переписи где в евангелии от руки считай это было первое правление кирине сирию это была третья перепись я нашел еще две переписи ветхом завете в маковейске все заглох ну о чем ты говоришь перепись или не перепись какое ко мне отношение это имеет они хотят узнать сколько народа если это греховно господь покажет так накажет допустим аргументы я попросила вот свою приятельницу говорю я так косноязычная я раз не понимаю вообще о чем идет разговор да вот к этим паспортам я вам ответил тема снято что еще у вас я не знаю никогда мое дело возвестить я знаю истину а человек который не знают он спорит спорит пусть идет в другом месте спорить зачем я даже повторять буду он не записывать ничего пусть записывать что я ему говорил это не вещать антихриста вот самое главное у тебя будут какие-то дальше недовольства цветы не примешь но если можешь упрись вот в москве есть такой храм он один храм берсеневский никола чудотворца на берсеневке прямо около храма христа спасителя там игумен отец кирилл сахаров и он не принимают и ннн они терпят недостатки там хотели его убрать и он мне звонит принимать не принимать играть если это твое дело но если можешь упрись если уже совсем нельзя приметана ты нам пример мужества даешь не вообще только если будут на тебя какие-то давления чего-то тебя лишат ты знаешь на что пошел вот так а ну-ка покажи собаку то кто там лает то кунду счета не слышно даже какая она побежала он что за собака может быть хорошая посмотреть ну видно что голос того не не маханьки что они нет собаки то там дождь пришла я случайно закрыла дверь она в окно собаку покажите где она вон она вижу черная а какая порода это стаффорд стаффорд не видно морду то я бы увидел что это стаффорд американский стаффорд такая морда будто кирпичом стукнули по морде ой да нормальная красивая собачка ну ладно давай вопросы какие есть еще вот игнатий тихоныч знаете у нас у меня тоже вот одна приятельница она ригент ригент в храме и буквально вот это такой личный вопрос я не знаю даже как его вообще задать то есть идет съемка я у нее не спрашивала разрешение на ну как бы сказать а то у меня спрашивала я сказала есть свое мнение конечно но и хотела бы мнение ваше знать у нее там проблемы с мужем вот она ригент в храме да а мужчина ее ну как бы вот они духовно как-то ну как-то не совсем вот одно целое да то есть они поженились она то у нее и мама верующая и она сама очень верующий человек и замуж вышла вот ну по любви она говорит я его сильно любила а у него вот второй брак и он там перед этим когда спринял крещение у него там было такое горение а сейчас он как-то вот ну никак да и очень тяжело она говорит я прямо на сделку иду совестью и прямо там очень большие проблемы возникли и она говорит я не знаю что мне делать вообще сейчас я слово проблемы исключаю вам наверное это не удастся не произносите его постарайтесь это слово нерешенные вопросы задачи так вот она знала за кого шла если они верующие есть определенный закон если при живом мужа при живой жене женится называется прелюбодейцы и никакой священник помещать не может но вопросы поставить на место и все законы даны христианам а если он это делает это вне церкви он вне церкви и делает как хочет и все вопрос тоже решается очень быстро а то проблема проблема если он христианин его не надо заставлять любить жену не изменять этот вопрос снятый он христианин дух святой его будет обречать и показывать а если этого нет за ним не уследишь от кобель безхвостый он то в одном месте будет а в другом скакать и гигантий тихонович а вообще по сути то ну пусть он там как хочет да вот так скажем конечно она переживает за себя что ей делать сейчас в этой ситуации то есть вид видимость семьи она сохраняется но при этом она сильно переживает поэтому мы там не судьи если это был бы член общины тут вопрос прямо стоит она на отключении если она попала в грех там нет значит ничего нет с ним как говорить если у него веры нету если вера есть значит и разговор был бы другой какая там вера то он ходит нет церковь священник знает нет первым делом пойти к священнику все рассказать священнику господь посылал исцеленных идите покажите священнику и тогда будет видно все вопрос закрыты еще что ты не смейся давай серьезно но ничего не слышно ни одного слова у вас замкнула там что-то замкнуло опять у вас плохо слышно у меня все нормально я все вижу все хорошо так какие вопросы есть еще у вас больше нету пока вы когда разговариваете с кем-то и у них есть вопросы вы раз в месяц можете на меня выходить вот в это время сейчас как раз самое время вот соберите людей к себе суда и мы они будут задавать вопросы вопросы по писанию касается жизни но только верующие если не верующий он будет отдельно как-то сидит чтобы я ему отдельно ответил на вопросы договорились до свидания выключай давайте хорошего хорошего так еще не выключается еще я на вас смотрю если будешь баловаться я тебя не запущу к себе